Улица Юных Ленинцев, дом 101, Москва, магазин Дикси. После пятерочки самое время проверить и Дикси. Были нарекания, жалобы на поведение сотрудников, что они кидаются вообще, особенно на камеру. Хусейн, ты же сказал, что ехать, ну подойди сюда. Гнида борозатая. Иди сюда, куда ты пошел, шапка. Ходила. Что вы ругаетесь, молодой человек? Не покупайся, смотри, кусочек. Я не понимаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Хрен борода, ты любишься с горной, травить людей. А вы провели вот эти? Да, эти хорошие. Да? А кит? А 35 копеек? А что, где ты его нашел? Кто это был? Он подошел ко мне, говорит, что ты снимаешь? Что, что, что ты сделал? Ты снимаешь с привала в коробку. Я говорю, купить хочу. А если не куплю, то что? Он говорит, я тебе еще ебан. Гнида бородатая. До 05-01-19. Агуша. Ну, давайте. А он лысый, что ли? А он лысый, что ли? Подождите. Так что, пробивайте товар. Что не так? Вы продавец? Да. Продавайте. А вы по разрешению будете делать или что? Есть закон российский. Вам дышать разрешили? Вас тут наняли, чтобы продавать. Ваша задача пробивать. Пробивайте. Или как? Не умеете? Пробивайте. В чем проблема? Касса работает? Или у вас какое-то отвоение. Одного можно, а допомнили нельзя. А где тот мужчина, который прыгал? Слушай, когда вот ты покупал тут товар. Вас спрашивали разрешение? Нет. Я просто продавил и все. А что случилось? Не хочет продавать. А что с ним было так? Я не знаю, спросите его, что с ним было так. Детского давно смотрелись? Толкала у меня сейчас какая-то тучная женщина. Не знаю, говорит, что у нас будут проблемы. А потом говорит, что... А, как там плохо относитесь? Смотрите. Как так? Строгие зрители. Детское питание до 21 ноября 2018 года. Ух ты! Ну, мне больше... А у меня жена такие находила. До 24 декабря 2017 года. 17-го? 17-ая игра у нас рекорд. Да ладно? Инста. Это детского, это самого. Ну, как бы, да, я считаю детского. Сейчас у гостиного. У него сотрудник до лучшего, который сейчас разложит. Остальные просрочек пополнят, понимая, да. Всю вопрос туда положили еще. Подождать вас немножко. Мы подождем. Ну, наверное, не успели вовремя... Да? Ну, наверное, не успели вовремя снять просто. С 2017-го года, да? Сейчас с 19-го. Я тебе сейчас выйду и ушатаю. Я тебе просто выйду и тебе сейчас черепа забил. Забожись на очках. Я тебе реально щекаю. Забожись на очках. Ты мне сейчас... Фильский расправой угрожает матерец. Я тебе хотел показать, какую херню ты несешь. Все. Забери свое пиво и уходи. Если вы хотите сегодня ночевать дома... Ну, я просто взял... Прекращайте, пожалуйста. Я взял, он мне говорит, что я пью... Прекращайте, пожалуйста. Ословскую мочу мне пью. Прекращайте. Вы пьете, распиваете... Хорошо, я распиваю. Я взял. Да, я понимаю, я нарушаю законы. Я нарушаю законы, да. Прекращайте. Ну, зачем мне говорят, что я пью, ночеваю мочу? Надо дома ночевать. Может, это его мнение. Мое мнение тоже. Ты кажешь, ты за своим мнением? Нет, Артур. Простите. Артур. Ты кажешь, ты за своим мнением, правильно же? Идите лучше домой. Идите, пожалуйста. Ночевать дома приятнее, чем владелец. Нет, он остался. Это какие-то родственные отношения, я вижу, просто. Пусть так будет. Пихи клиенты пиксируют. Нет, это родственные. Жди, мы пакет забрать, пожалуйста. Да, понятно. Все-таки умыли. Вы уже нас покидаете? Наш корабль. Я бы покинул вас корабль, правильно? Ну, я уже заметил, что... Крысы бегут с корабля. Все. Мы вас не задерживаем. Не ругайте в следующий раз. Я бы не ругался. Поверьте. Да не с нами. В общественном месте нецензурной празднике не надо выражаться. Не обязательно на нас. Ну, вообще на всех. На любого. Как вам обращаться? Ну, так же, как к остальным, господин. Господин. Ну, а что? Нет, ладно, давайте сэр. Будет ли разнообразие сэр? Получше какое? Я вас не знаю. Почему я должен, я представься? Я вас спрашиваю, как вас название? Кто-то спрашивает вас? Граждане. Граждане. По имя и отчеству. Смотрите, вы, прежде чем спрашивать мое имя, сами свое назовите. Мое? Да. Артур и Хамич для меня. Как? Артур и Хамич. Камера, люби, пожалуйста. Не, не могу. Она защищает меня и приносит мне монетизацию. Что без камеры? Так я вот без камеры сейчас могу постоять. Что он сказал без камеры? Без камеры. Ребята? Ну, короче, это, нецензурные брони и нанес бы мне тяжкие вещи. Да, говорит, без камеры я бы тебя там бла-бла-бла-бла. Просроченное питание детское продавать прошлогоднее, это нормально или нет? Нет, это не нормально. Вот и все. Тогда мы с вами солидарны. Я за это, потому что у каждого есть дети. Саша, возьмешь, пожалуйста, смотри, почти на месяц просроченная рыба. Знаешь, что рыба? Она даже срок годности указана верно. Бывает, дома приезжаешь, она уже просроченная. Я не про то, я просто говорю, вы налетели на этот магазин, которого у меня сотрудников очень мало. Нет таких магазинов. Здесь их было пять человек, когда я пришел, и один еще мне сказал, что можно еще с тем надевать. Это ты вообще не сотрудничаешь. Да не этот, это... Нет, не вот этот, который страдает. Тут бородатая обезьяна бегала. Нет, просто я посмотрел, что вы налетели. Смотри, какой маленький магазин, здесь пять человек. И вы должны постараться они? Да, ладно. Я был в два сотрудника. Хорошо, ладно. В магазине продают платочные товары, в вашем количестве. Очень много полоснов. Здравствуйте, полицейские, идите ко мне. Здравствуйте. Смотрите, что мы вам хотим показать. Детское питание. Спасучилось. Ну, до 05, 01, 19. Собственно, нам от вас, от ППС, конкретно нужно, чтобы вы нашли тут какую-то дику обезьяну в подсобке. Это по вашей части, да. Собственно, нам отражалось, отражало убийство. Да. И, собственно, нужно, чтобы вы вызвали либо участкового, либо дознавателя, чтобы составить ОМП и, собственно, все изъять. А чтобы все видели, что тут торгуют и что нужно смотреть на срок годности. Как бороться с преступниками, которые торгуют просрочкой. Все. Завтра мама ему привезет какой-то просрочный товар. А вы кто? Второй, Григорьев. Паблик. Это Александр. Я выходит и поставил по защите права учебителя. Мы журналисты. Просим вас изъять просрочный товар. Вы докладываете дежурному, дежурный вызывает дознавателя, либо СОК. Или участкового. Или участкового. Ошибаетесь. Это часть 2, статья 238, УК РФ. Пункт Б. Предусматривает наказание. До 6 лет лишения свободы относится к категории тяжких. В центре прям без мозга. Александр, повтори. Ты кто? Павлик. Павлик. В смысле Павлик? Ну, Павлик. Что значит Павлик? Павлик. Зовут меня Павлик. Я вот это ем. Павлик ем. У вас фамилия, наверное, есть. И отчество есть. Дорогич, майор, у вас есть фамилия. Обращайтесь ко мне, Павлик. Зачем? Не знаю зачем. Зачем вы спросили, как меня зовут? Вы же ко мне обратились, и я к вам обращаюсь. Хорошо, Павлик. Ну, что у нас там такой? Вы майор, да? Да. У меня. Что значит, номер 13-10. Запомните майора. Да. Вы чуть видишь майора, да? Представьте, сперва, кто вы есть. Высший майор. Так не я к вам обратился, а вы ко мне обратитесь. Вот именно. Вы будете представляться. Мне просто ругаете. Я вас пугаю. Я не надо меня звездой называть. А вы что? Я сотрудник полиции. Что у вас его будет? Звезда. Малет. У вас звезда, видите? Мне не надо звездой называть. Звезда. Я полицейский. Болицейский. Одна. Возможно, будет полоса. Болицейский. Две полосочки будет. Вы представились, когда пришли? Майор, вы будете дальше привлекаться со мной? Вы сюда субординацию. Субординацию соблюдай, майор. Кто вы есть? Не птичьте мне. Сейчас еще не начнем. Начнете? Попробуем. Майор, езжай. Езжай домой. Не варяй. Пускай. Езжай домой. И занимайся ерундой. В общем, как показывает практика, у нас сержант и грамотный майор. Да. Докладывайте в дежурку, чтобы вызывали сюда либо СОК, либо дознавателя, либо участкового. Что? С какой целью мои документы? Я вам сообщил о преступлении. Действуйте. Сержант, если вы хотите быть положительным героем в этой истории, дежурному позвоните, доложите. И СОК или участкового? А то мы тут будем до утра просто. Значит, дознаватель пусть придет. Дознаватель, СОК. Тут вот делов-то на полчаса. Да, просто если будем пререкаться, это все. Все сотрудники заняты. СОК на преступление. Тут недалеко, что ли? Там еще одно преступление произошло. А это было муррадное? Это было ваня. Как бы мы можем от вас... Один дознаватель только? Да. Начну смену, да. Так, а когда особо боится? Там что? Не знаю. Ну, вот, доложите дежурному позвонку. За преступление они поэты подозначают. Что за преступление? Крабы спортивные и... Ничего себе. Встретим машины. Встретим это ваня? Это более важное, мне кажется. Ну да, дети потравятся. Ничего страшного, да. Нет, я все-таки прекрасно понимал. Ну а куда отзываться, если у нас тоже... Ну понятно, но вы доложите. Вы доложите. Подписывайтесь, короче, на канал. Поставьте этому видео лайк. Расправьте это видео в соцсетях. Нажимайте на колокольчик. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании под этим видео. Все, всем удачи, всем пока. Берите за свои права.